С вами традиционно Владимир Тишко. Сегодня мы заключительный раз в этом году проводим наш клубный день. Здравствуйте, Александр! Сегодня всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Наверное, год был непростой, все, наверное, понимаете. Было столько, такое огромное количество событий, наверное, редко, когда переживешь в одно и то же время. Итак, здравствуйте, да, здравствуйте, Константин. Я вот как раз сказал, через 10 минут начнем, потому что тут пока вступительное слово, пока вот мы поговорим обо всем и ни о чем. В общем-то, давайте так, сегодня о чем будет идти речь в наш завершающий день, клубный день этого года. Для всех, кто первый раз смотрит данный клубный день, я скажу, что мы уже проводим этот клубный день регулярно, стараясь ориентироваться на каждую субботу в 10 часов утра на протяжении года. Да, здравствуйте, Виталий. Сегодня в плане, значит, сделаем следующее. Вот Аксенов Владимир просил на прошлом клубном мне рассказать об индикаторе Bollinger Bands и осциллятор OSMA. Но я хотел бы начать вот с того проекта, который как-то совершенно естественно, совершенно случайно получился, с разбора работы трейдеров, вот Шиловский Константин, кто у нас еще, Джейхан Исаев. Наверное, эти счета вам уже доступны, вы знаете от них логины и пароли. Вот все, кто смотрит первый раз, я сейчас об этом скажу, подскажу, где об этом посмотреть. И давайте сделаем, вот какой вывод хотел бы я сделать Константин. Я следил за вашей торговлей на этой неделе, могу сказать, ну прекрасно. Вот как говорится, после хотя бы виртуального подзатыльника, видите, все получается. Могу сказать, что трейдинг это не настолько сложное занятие. Я, наверное, в этом легко убедиться, увидев, что на третью неделю, наконец-то у Константина начали появляться хорошие, красивые, я бы сказал, сделки, которые можно распечатать, повесить на стенку и вот поставить перед собой некий такой эталон эффективности работы. Давайте перейдем сразу, наверное, к анализу. Я расскажу вообще, в чем идея, в общем-то, такого совершенно естественно создавшегося проекта. На одном из ататашки, ну, знаете, Константин, я не сторонник делать ататашки. Какой смысл? Вы взрослый человек, я взрослый человек. Самое интересное, что научить трейдингу никого невозможно, я в этом уже убедился. Я могу рассказать только, вот с моей точки зрения, вот это правильно сделано, да, вот вы видите сразу результат. Это неправильно, вы видите сразу, что результат отрицательный. То есть вмешаться в процесс вот вашего принятия решения я никак не смогу при всем своем желании. Вот кажется, можно научить, на самом деле научить невозможно, но, слава богу, можно трейдингу научиться. Бывают такие моменты, вот особенно у меня были моменты, там я занимался с людьми. Получается, все, человек работает, зарабатывает деньги, но в конце концов уходит по каким-либо причинам. Ну, скажем, не справляется с эмоциональной нагрузкой. Да, зарабатываю, но что-то мне эти деньги уже не радуют. Так что такая ситуация тоже может случиться. Давайте я начну с того, что вообще, что из себя представляет такой вот совершенно самостоятельно возникший проект для тех, кто смотрит, наверное, клубный день в первый раз. Вообще, идея клубного дня «Трейдинг, миф и реальность» возникла ввиду того, что часто задаются вопросы, вопросы о новичке, скажем, а как это работает, как кто работает, а правда ли, что можно здесь на рынке Форекс заработать со 100 долларов в миллион долларов. В общем, и вот подобного рода вопросы. Не буду отрицать, что да, возможно в определенных условиях, в других случаях, скажу, категорически нет. И, в общем-то, возникла идея, чтобы разобраться вот с теми мифами, вот с той реальностью, с которой встречается трейдер. И вот в течение года мы обсуждаем совершенно спокойно, в спокойной обстановке в течение часа-полтора все наболевшие для нас вопросы. Но возникла в конце года идея, то есть я рассказывал о том, как все-таки начать тренировку трейдеру, то есть для того, чтобы добиться успеха. Все нарабатывается, слава богу, трейдинг это не даже не игра на скрипке, где, точнее говоря, на скрипке можно научиться играть, наверное, я просто не играю на музыкальных инструментах. Могу сказать, что, наверное, и музыкальному музицированию на любом инструменте можно научиться, но для этого надо иметь хотя бы минимальные способности, желания и, в общем-то, тренировка. Вот я про трейдинг могу сказать то же самое. Все нарабатывается, задача только убрать ненужное, добавить то, что у вас получается и двигаться в этом направлении. Упражнение я рассказывал, показывал и вот один из присутствующих участников, регулярный участник, в том числе и моих клубных дней семинаров, Константин Шиловский, взялся за это задание. Причем я это обычно делаю во время обучения, но вот раз само собой получилось, вы хотите попробовать, можете сделать это и самостоятельно. То есть, что нужно сделать? Первое я сейчас напишу, какие условия. Демо-счет, открываете его на полторы тысячи долларов, сумма не больше, не меньше. Дальше торговля. Цель заработать, я уж условная цель этих пяти знаков, тысяча пунктов или 10 долларов. Кажется, очень простое задание, но задача торговать только одной сотой лота, нет усреднению и не увеличивать лот. То есть, открываем следующую сделку после того, как закрыли эту. Все, дальше мы оцениваем результаты. Самое интересное, при вот этой внешней простоте, я не говорю, ставьте стоп-лосс, а не ставьте, это дело лично ваше, вообще могу сказать. Я вот больше никаких условий фактически не добавляю. То есть, не усредняться, не добавляться к открытой позиции. Все, попробуйте заработать суммарно 10 долларов, а потом мы проанализируем вашу работу. И вот Константин в том числе взялся, и самое интересное, что работа оказалась не настолько простой. Но самое интересное, что мы за две недели практики на третью неделю наконец-то вышли в плюс. Да, 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 только помните, вы открывали еще две позиции по разным инструментам одновременно, только одна позиция. Открыли одну, все, закрыли, следующую сделку. Самое сложное, анализировать большое количество сделок, которые совершены в определенный момент. На самом деле, это самые первые занятия, у меня их задание, это вот задание номер один, оно базовое. Задание номер один, такой база. Я уже базу напишу на русском, вот так вот. База. К этому заданию добавляются еще более сложные задания. В данном случае для профессиональных трейдеров здесь гораздо больше условий в будущем. Но вот с этого надо начинать. То есть без наработки вот этого элементарного навыка, что надо брать прибыль, что надо вовремя выходить из торговой позиции. В общем-то, без этого ничего не получится. Итак, сейчас мы перейдем к торговому счету Константина. Открываете терминал мета-трейдер. У всех, у кого он есть. Я переключаюсь. Так вот. Итак, какие у нас параметры нашего счета? Давайте посмотрим, посмотрим, посмотрим. Сейчас. Параметры данного счета. Сейчас я быстренько у меня загрузится на другом компьютере параллельно. Так, параметры 730, 2761. Итак, входим в файл, подключиться к торговому счету и вбиваем сюда 730, 730, 2761, 2761. Пароль. Пароль очень простой. На английском языке набираем слово QWERTY. 11, 234. Сервер Alpari Demo и входим в торговый счет. Сейчас у нас загорится состояние соединения, чтобы мы подключились. Так, 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 так. Да, все нормально. На всякий случай давайте я напишу... Напишу пароль. Пароль, пароль, пароль. Так, где у нас текст? Очень просто QWERTY набрать. Вот пароль от торгового счета. Ой, что это такое? Не туда набрал. Вот. QWERTY 11, 234. Логин. Если вам логин интересен еще раз, давайте кто-то, может быть, не расслышал. 730, 2761. Сервер Alpari Demo. Вот результаты. Ну, в смысле, и Alpari Demo. Давайте посмотрим, какие совершенные торговые операции мы вообще увидим. Здесь достаточно большое количество сделок. Но нас не интересуют прошлые две недели, нас интересует только эта неделя. Что мы сделаем? В разделе истории счета выбираем период и выбираем прошлую неделю. То есть, с 20-го числа по окончании сегодняшней. Окей. Вот. Не очень большое количество сделок. Но, итак, первое, вот с чего я бы рекомендовал начинать анализ вам. Собственно говоря, идея данного семинара, данного клубного дня заключается в том, чтобы показать свои подходы к анализу эффективности работы того или иного трейдера. И так, вот посмотрите, здесь мы видим прибыль. Да, заработал 3 доллара 70 центов. Прекрасный результат, замечательно. И так, распределяем прибыль, смотрим. Раз, две убыточные сделки. Раз, две, три. Три прибыльных. И так, помните, о чем я говорил, что если у вас будет примерно 50 на 50 прибыльные и убыточные сделки распределяться таким образом, это прекрасно. То есть, могу даже вас уверить, что в долгосрочной перспективе у вас примерно так и будет распределяться прибыль и убытки именно в этой пропорции. Примерно 50 на 50. Но 5 сделок никак не поделишь ровно напополам. Итак, начнем следующее. Следующее, давайте посмотрим. Трейдер торговал правильным объемом. Да, выполнил задание. Везде одна сотая. Нарабатывает навык. Чувствуется, что нарабатывает. Вот на прошлой неделе результат был отрицательный, при том, что все шансы были у трейдера выйти в плюс. И в позапрошлой неделе та же самая картина. Вот сейчас мы начинаем выбираться из вот этой пучины. Трейдер попал в яму для жадных или для глупых. Не будем уж не знаем, как называть. Задача сейчас разобраться все-таки. А, справился он с заданием на этой неделе? На этой неделе я скажу, да, Константин, вот совершенно хорошо, прекрасно справились. Вы наконец-то сделали тот результат, на который лично я вас там как-то настраивал. Теперь проанализируем каждую совершенную торговую операцию, начиная вот с первой валютной пары. Австралийский доллар против канадского доллара. Открываем здесь обзор рынка. Открываем валютную пару Audi-канадец. График делаем пятиминутный. Просто он так более удобен для рассмотрения. Ну и видим, что здесь мы никаких сделок не видим. Почему мы не видим? Потому что мы сюда не подключили индикатор, который называется вывод ордеров на график. Давайте-ка сюда его... А, здесь у меня риск ленджер работал, надо же. Хочу, 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 давай. Так. Подключаем сюда. И куда-то он туда подключился. А, ну вот сюда давайте подключим тогда дальше. Список объектов. Что-то он нам... Что-то он не хочет подключать ко мне к данному графику. Здесь у нас тоже список объектов. Почему, почему, непонятно. Должен подключиться. Сейчас подумаем, подумаем, 5 секунд. Что же у меня здесь, какая коллизия произошла. Закроем вообще все графики. Откроем новый евробакс. Да, вроде бы да. Да, должно добавляться. Я уж даже не знаю, какая-то... Давайте попробуем. Да, вроде бы... Что-то здесь... Что-то здесь не так. Список индикаторов есть. Эдвейлопс. Ладно, давайте удалим его. Сейчас разберемся. Тут не первый раз. Ага. А, все, отлично. Все получилось. Все замечательно. Ну, какой-то глюк. Тут ничего не сделаешь. Итак, первое, что мы открываем, список финансовых инструментов и смотрим, на какой валютной паре и на первую была совершена сделка. Естественно, не по тому, какая сделка была по времени, а просто по какой валютной паре. Ну, на аудио давайте. Первое аудио. Смотрим. Вот она, сделка сегодняшней недели. Сделка в плюс. Поздравим Константина. Давайте даже проанализируем. Вот не зная, многие трейдеры скрывают свою торговую систему, там, свои торговые подходы, но могу сказать, тут, наверное, даже глядя на прошлое, можно примерно прикинуть, вот какие бы примерно решения принимал Константин. Ну, выход цены, может быть, за пределы вот этой сформировавшейся фигуры, похожей на голову и плечи, пробой, вход, возможно, на новости, возможность сигнала индикатора. Ну, чаще бывает торговля при пробое. Прекрасная сделка. Давайте еще, Константин, вот смотрите, на что я вам хотел бы обратить внимание. Всем вот остальным, кто будет анализировать данные сделки у самого себя. Обратите внимание, вот этот коричневый сектор говорит очень о многом. То есть, это тот риск, который вынесли, бумажный убыток. Вот здесь он был очень маленький и трейдер хорошо взял практически все движение, даже на откатные движения не попал, деньги взял, молодец, хорошо, я бы сказал, прекрасно. Сделка закрыта, скорее всего, по тейк-профиту, либо по ходу движения цены. Отличная сделка, отличная. И можно ее распечатать. Я скажу следующее. Константин, вот ваш материальчик, я взял вот эту фигуру, торговля при пробое, и в качестве учебного материала эта сделка будет использовать. Практически хрестоматийная. Вот она красивая, нормальная сделка, на импульсе. Трейдер не сидел, не ждал отката, чтобы получить ноль или минус. Вошел в сделку. Посмотрите дальше. Вот теперь важный момент. Пост-анализ мы делаем. А посмотрите, как себя вела цена вот после этого. Было ли развитие тренда? Не было. Трейдер вышел правильно? Абсолютно правильно. Были ли шансы как-то улучшить торговую позицию? Да фактически нет. Вот по прошлому я смотрю, какие здесь шансы были. Нормально закрылся? Замечательно. Вот эта сделка, лучше ее не сделаешь. Улучшить ее невозможно. Прекрасная сделка. Все. Следующую сделку смотрим. Евробакс. 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 Закрываем. Тоже обратите-ка внимание. Логика примерно та же. Даже если говорить теперь, можно ли расшифровать действия Константина? Ну, в какой-то степени, наверное, да. Тренд. Замедление. Ну, есть такая присказка, поговорка, правила трейдинга, например. Откуда пришел, туда и ушел. Вот так вот. Как-то было сформировано практически мнемоническое правило. Пробой. Трейдер вошел. Взял импульсное движение на сильном мощном движении. Вышел. Получил деньги. Замечательно. Лучше можно было сделать. Обратите внимание. Дальше бы он сидел бы, сидел бы и мучился. Вот постанализ, проводим его конкретной торговой операции. Не буду говорить, хорошо, плохо. Можно ли было бы больше заработать? Да, в теории можно. В практике сидеть в прибыльной торговой позиции и видеть, что у вас то в плюс, то в минус. То прибыль очень резко в какой-то момент, возможно, уменьшилась. Вот. Давайте посмотрим реальный сектор, где мог бы трейдер закрыться. То есть, сколько он мог бы фактически заработать от потенциальной прибыли. Вот где-то здесь. Видя, как ваша прибыль медленно забирается опять обратно рынком, может быть, трейдер недополучил бы этого нормального движения. Нормальная сделка, да прекрасная сделка. Можно было бы ее улучшить. В теории, да, если бы у вас там была бы торговая стратегия или торговый подход, какой-то среднесрочный, долгосрочный, на вторые сутки оставить торговую позицию. В теории можно. В практике деньги дали, это прекрасно. Вторая сделка тоже в плюс. Замечательно. Смотрим сделку в минус. Great British Pound. Great British Pound. Нет ее здесь у нас в списке. Против кого у нас там она? Против бакса. Перекидываем сюда. Делаем то же самое. Вы можете это делать параллельно. Видите, человек торгует. Отличная сделка. Минусовая. И вот здесь, в этом конкретном случае, трейдер, в общем-то, наверное, тоже торговал, думаю, пробой. И вот фактически, давайте проанализируем эту сделку. Вот есть ли в этой торговой сделке какой-либо шанс? То есть, вот мы проводим, факт видим. Первое, что мы видим сейчас, факт. А теперь задумаемся, а вообще можно было бы эту сделку хотя бы закрыть в плюс, хотя бы в ноль. Вот можем сказать, что вот здесь очень короткое расстояние, очень быстро торговая позиция вышла в минус, трейдер закрылся. И слава богу. Там ставил стоп-лосс далеко, просто посчитал, что нет перспективы у этой сделки. Это сделка безнадежная, мы ее не можем перенести в потенциально хорошую, это безнадежная сделка. Что можно было бы, наверное, с этой сделкой вообще, как могла бы развиваться ситуация по факту, да? Трейдер у нас имеет торговую позицию, она вышла в минус, допустим, не дошла до уровня стоп. Где-нибудь стоп у нас вот стоит. Давайте вот стоп здесь где-нибудь, вот на этом уровне. Не дошла до стопа, обратно вернулась в этот диапазон и трейдеру опять дали деньги, прибыль. Немножко от сердца отлегло. Бывает так приятно, да, позиции пилят, потом в минус, потом снова в плюс, плюс, минус, плюс, минус. Я бы сказал так, что вот пересиживать такие торговые позиции, когда вас пилят по вашей сделке, для новичков, для начинающих, я бы сказал, что лучше закройтесь в ноль. Самое главное в этой конкретной ситуации, с моей практической точки зрения, сберечь ваши персональные нервы. Если у вас пересидите в эту позицию и выйдет она в плюс, у вас в голове сформируется вот такой позитивный эйфорический момент. Что это значит? То есть вас выбрасывал на стопы, или точнее говоря, вас вели на расстрел, но заменили расстрел, не знаю, там, по жизненному заключению. И вам уже радостно. На самом деле ничего лучше не стало. Вот избавляетесь от таких торговых позиций, особенно на первоначальном этапе, лучше ничего не заработать. Представьте, что этой сделки вообще не было. Закрылись в ноль, и все нормально. Закрылись с небольшим убытком, да тоже нормально. Всегда у вас будет прибыль и убытки, прибыль и убытки. 100% сделок закрывать в плюс у вас в жизни не получится. На каком-то отрезке времени, да, может, в перспективе, наверное, в этом я очень серьезно сомневаюсь. Можно сделать 100 или 2000, 3000 сделок в плюс, одна сделка в таком случае вас вынесет на серьезный минус. Нормальная сделка, будем считать нормальную. Отдали дань рынку, потенциально можно было бы, конечно, если бы начали держать эту позицию, выйти в ноль. В прибыль, я считаю, что в теории, в принципе, можно было. Но с точки зрения дисциплины сделка нормальная. Дальше смотрим. Следующая сделка опять убыточная по новозеландцу. Константин написал мне в почте, что эта сделка какая-то глупая. То есть, ну, сейчас я зачитаю его цитату. Так, это что у нас? Это тоже в баксу, да? Так, смотрим эту сделку. Вот здесь, да, сейчас так, 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 дайте я почту, 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 почту. Если будете разбирать сделки, то новозеландец, я из-за внимания профукал окончание торгов. Теперь страница с режима работы в деньгого центра в закладках. Как следствие, гэп и минус по рассказываниям, там, ну, 6-60 там пунктов. Можете в назидание остальным об этом сказать заранее. Благодарю. Обратите внимание, ну, вот, фактически, да, тут просто пропущен, вот, на гэпе трейдер попал. И самое интересное, что шансов в этой сделке не было. Была прибыль. Вот здесь, в данном случае, вот та самая ситуация. Вас пилило то в плюс, то в минус, то в плюс, то в минус. Часто бывает, вы сидите вот в предвкушении, и, как говорят, трейдеры за монитором молятся гораздо искренней, нежели там люди в церкви, молящиеся в церкви. Вот здесь вас пилило, 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 да, вот, на втором запили на возврате, можно было бы совершенно спокойно выйти в ноль. Вот, я думаю, как эту сделку вы не вывели в ноль, это тоже, конечно, поражает. Ладно, ошибка, ошибка признали, записали, отметили, это все нарабатывается. Следующая заключительная сделка, это у нас Йена. Смотрим ее. А вот эта сделка у нас вообще такая шикарная, шикарная сделка. Кстати, я ее тоже записал в, записал в качестве учебного пособия. Чем она мне здесь, в данном случае, понравилась? Во-первых, логика торговой операции. Проторговка на каком-то определенном уровне. Пробой, вход. Вход здесь. То есть, начнение не на пробой, а торговая позиция открыта. Маленький риск по факту. Дальше. Хорошее движение, возможно, на новостях. Не следил за этой неделе. А теперь, вот интересный момент. Обратите внимание, когда я говорю лично всем, кто занимается, у меня, или просто просит какой-то консультации. Вот сколько пунктов считать правильно? Особенно говорят, ну как же я могу узнать будущие тренды? Вот здесь это очень хорошо показано. Мое мнение вот такое. Если вы берете от любой тенденции порядка 30%, это нормально. Это стандарт, который должен приветствоваться. Трейдер должен говорить, что не расстраиваться от того, что он не взял 50% этого движения, 70% или даже 100%. Вот 100% в таких условиях это, скорее всего, знаете, везение, которое тоже играет со временем злую шутку. Если трейдер возьмет половину от этого движения, причем вторую половину на возврате, да, возможно, трейлинг стоп у вас здесь работал, или просто взяли. Это очень хорошая сделка. Но если, грубо говоря, так, если вот на обратном возвратном движении вы возьмете 70% от 50% на 70%, то это будет вообще эталон, к которому, наверное, нужно будет стремиться. Здесь, в данном конкретном случае, практически хрестоматийная сделка, я ее тоже сохранил в качестве учебного пособия. Так что, Константиново, ваши сделки даже на демо счете, видите, послужат другим трейдерам на пользу. Надеюсь, кто-то там для себя ответит. Прекрасная, красивая сделка. Здесь какая-то, видать, новость. И бакс укрепился. Ну да, точнее говоря, бакс укрепился, наверное, за последнее время. Все, тут жаловаться не будем. Могу сказать, Константин, у вас есть еще цель отбивать, работать, вернуть постепенно, постепенно, не торопясь, крайне аккуратно, крайне осторожно потери. Ну а в дальнейшем наращивать ваше преимущество. Выйдите на результат плюс 10 долларов к вашим вложенным деньгам. Вот в таком стиле, ну могу сказать, уже можно будет попробовать вам поработать то же самое задание уже на реальном счете. А потом уже только-только, постепенно, в зависимости от вашего стиля торговли, определять ваши просадки, оценивать ваши фактические убытки. То есть, как работает ваш подход, ваша торговая система. И дальше уже работать с плечами. Вторые плечи навешивать, третьи плечи, четвертые, пятые и так далее, и так далее. Могу сказать, что таким способом трейдер, увеличивая при наличии успешного, такого работающего алгоритма какой-то торговли, постепенно, постепенно увеличивая размер плечей, вы дойдете до своего идеального, оптимального уровня. Вот дальше, увеличивая плечи, ваши результаты при наличии даже позитивного, положительного подхода будут приносить убытки. Вот то, что я пытаюсь донести до всех, кто слушает семинар «Основы управления капиталом на третий день». То, что до определенного момента, при наличии определенной торговой стратегии, вы наращиваете свое преимущество, у вас есть теоретически возможность зарабатывать вечно деньги, вы будете зарабатывать, 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 точно так же, как машинка, которая делает деньги. Но стоит в этой даже успешной работающей торговой системе чуть-чуть увеличить риск, то есть увеличить плечи, все, вы будете просто тихонько-тихонько терять деньги и все. Ой, что-то у меня насморк. Итак, вот с этим мы закончили. Давайте перейдем к следующему управляющему, к следующему трейдеру. Джейхун у нас. Джейхун где-то, да, вот он. Итак, Джейхун. На всякий случай изучения. Давайте его реквизиты я сейчас тоже покажу. Так, какое прошлое занятие у нас, о чем было, о чем было, о чем было, потому что там было. Там было, потому как там был логин и пароль. Сейчас посмотрим. А, в поисках разворота, да. Итак, запишите, уважаемые коллеги. Логин, наверное, вы видите, 7317912. Да, да, о разворотах мы говорили, вот это прошлое занятие. И логин, логин, ой, логин, пароль от торгового счета, это тоже. Демо счет SSJ4WGB. Наверное, получилось. Давайте, у меня там уже сохранен он, я поэтому сразу перейду к этому торговому счету. Счет открыт. Опять же, но Джейхун, не знаю, он отсутствует обычно. Здоровается. Давайте посмотрим без него. Итак, опять же, тоже большое количество торговых операций совершено трейдерам. Одна сделка была с ошибкой, это первая неделя, первый день, первый опыт. Он перепутал лотность один. Вот за это я уже, конечно, сказал, нужно серьезно наказывать. В чем позитив? Все сделки закрыты в плюс, но не надо этому радоваться. Вот Джейхун попросил меня там по почте, тоже задал вопрос. Владимир, вот а как вы считаете? Может быть, похвалите, поругаете? Если что-нибудь сказать по поводу такой идеальной торговли, у меня всегда есть сказать по поводу идеальной торговли. Я знаю одно очень интересное правило, которое всегда применяю при оценке такой работы очень успешных вроде бы трейдеров. Но я не говорю, что он неуспешный или якобы. Хочу сказать, что самое главное определяет эффективность работы трейдера, не его конечный финансовый результат. Вот там, хорошие результаты. Вот эту сделку мы оценивать даже вообще не будем за 218 долларов прибыли. Мы оценим факт. Все сделки закрыты в плюс, самое главное. Но у каждой сделки есть просадка. Вот вопрос, какой убыток вы по факту получаете? К примеру, вот Константин, у вас есть убыток и есть просадки. Сделки можно анализировать по тем фактическим минусам, которые были получены и по тем просадкам, которые вот здесь не видны. Давайте-ка для интереса, опять же, пробежимся. Я хочу просто показать, чтобы мы с этим делом разобрались. Не все так светло, когда у трейдера все такие прекрасные результаты. Точнее говоря, минус. Правило звучит следующим образом. Я его все-таки не озвучил, заболтался. Правило звучит следующим образом. Никогда не работайте с тем человеком, который не совершил ни одной ошибки. Ценность трейдера заключается не в том, чтобы не ошибиться. А ценность трейдера заключается в том, чтобы посмотреть, а как он справляется с той ситуацией, когда он попал в яму. Самое сложное задание из этих 10, на всякий случай, вот это самое простое. Вам нужно просто получить результат. А самое сложное, это когда вас усиленно загоняют в яму и вам из этой ямы нужно выбраться. И выбраться с честью, с благородством, со всеми, как говорится, с тем, что можно показать. И тогда можно про вас сказать, что вы действительно на что-то годите. Итак, просто покажу. Ну, мало того, что вообще Джейхон действительно хорошо торгует. У него какая-то, однозначно, наверное, не новичок. Я не знаю, что он здесь делает. Ему вообще надо заниматься пам-счетами. Ну, вот, Константин, вы видите, наверное, вот этот слайд. Собственно говоря, о чем я и хотел поведать. Вот эта просадка, она в торговом отчете не видна. Да, получена прибыль. А вот эта просадка, ее никак проигнорировать нельзя. Она всегда есть. Могу сказать, что любая просадка, это всегда потенциально потерянные деньги. Вот здесь 300 пунктов. Не смертельно, если вы торгуете, скажем, с каким-то консервативным плечом. Но если вы вошли в сделку, в данном конкретном случае, с плечом сотом, здесь у вас будет очень серьезный убыток. Это, знаете, это примерно 30% потенциальной потери счета. Ну, вот, у вас полторы тысячи долларов на старте, а вот в этой точке ваш весь финансный результат сейчас оценивается, ну, где-то, наверное, в тысячу долларов. И вы просто думаете в этот момент, господи, что ж я делаю-то? А если дальше все пойдет, еще 300 пунктов туда отчешут, и у вас уже от вашей полутора тысячи, у вас уже остается всего лишь 500 долларов. А все страшнее и страшнее. Так вот, эти просадки нам не видны, их нужно обязательно оценивать. Я не говорю, что они, у меня огромные просадки на торговых счетах, но плечи низкие, поэтому вас сильно не волнуют. Для новичка это не говорит, что это плохо. Подчеркнул, подчеркнул, что неплохо это, это все нормально. Но самая главная задача, что эти просадки будут влиять на тот размер кредитного плеча, с которым вы сможете работать. Итак, смотрим. Ну, просто хочу. Маленькая просадка, большая, маленькая. Это, скорее всего, такое исключение, которое мы увидим. А вот здесь, видите, тоже просадочка. Пересидел трейдер позицию, а если бы все пошло в другую сторону. Все хуже, хуже и хуже, и все выше и выше цена. И вот у вас без плечей это не смертельно, а с реальными плечами это уже просто смертельный риск. Здесь просадку давайте оценим. 600. Вот она. Из полутора тысяч с сотым плечом у вас остается где-то, наверное, около 700, 800, 600 долларов. Александр, вот отвечу на ваш вопрос совершенно с полной ответственностью. С минимальными плечами, точнее без плечей, вы можете пересидеть практически стопроцентное движение цены. Если вы со вторыми плечами входите, у вас риск вашей позиции 50% от вашей сделки. Об этом мы будем говорить, Александр. Вот, собственно говоря, у нас к чему подходит? На будущий год я еще один клубный день сделаю, потому что у меня не получается вести мифы и реальность. И видите, мы уже час, почти полчаса уже сидим, разговариваем о трейдинге, о качестве управления. Поэтому будет отдельный клубный день, а может даже такой курс, если наберется достаточное количество желающих попробовать себя в роли достаточно профессионального трейдера, мы это будем разбирать в режиме реального времени. Уловили. Наверное, вам этот момент понятен. Собственно говоря, просадка это неплохо. Да, прибыль это хорошо, просадка тоже неплохо. Но дело в том, что в будущем это все сыграет очень-очень злую шутку. Тем не менее, смотрим последние три, последнюю неделю. Последние три, да? Открываем. Фух, что же я тут что-то все путаю уже. Опять же, смотрим, выбираем период. Выбираем период с 20-го числа. Три сделки. Три сделки. Это все у нас. Это две Ауди. Ну вот они, прекрасные сделки. Вот это сделки, вот эта сделка. Они видны сейчас. Отличные, замечательные сделки. Просадки не очень большие. Вошел в сделку, получил движение. Критиковать сделки не буду. Вот это мне тоже очень нравится. Такая краткосрочная, резкая сделка. Тренд, тренд, тренд. Трейдер вошел здесь, получил сразу движение. С 500-го плечом тут уже не Пенталген, а гарантированная 100% смерть. Там всего лишь где-то порядка 270 пунктов. Ну я в пятизнаке все привык уже говорить. Всего лишь 27 пунктов, и вы полный 100% банкрот. Поэтому да, о чем я потихонечку подвожу. Плечи всегда зависят от вашей индивидуальной торговой стратегии. Кому-то, допустим, комфортно торговать сотым плечом, он совершенно спокойно будет выходить и будет говорить, я торгую сотым плечом, торгую краткосрочно, у меня очень маленькие риски, я все-таки знаю, у меня соотношение прибыли к убыткам 5 к 1. У него так получается. Это какие-то есть уникумы, на каком-то отрезке времени они достигают таких успехов. А если говорить о нас, о большинстве, обычные люди, которые мы не умеем играть на скрипке, как страдивариум. Для нас вот, надо уметь делать хорошо то, что ты умеешь делать. Нет, Александр, просадки. Сейчас я не читаю, к сожалению, чат. Вы задаете вопрос, и я сейчас... Давайте разберем сделки, потом я почитаю чат. Я не могу сейчас ничего сказать, потому что... Так, и заключительная сделка франк, да? Тоже хорошая сделка. Нормальная сделка тоже. Ну, здесь тоже логика сделки очень хорошая. Рынок. Совершил прорыв за уровень трейдер, не знаю, отложенным ордером или по рынку вошел. Вошел, взял импульсное движение, ну взял и нормально, молодец. Вот в данном случае взял практически 70% вот этого потенциального движения. Дальше шансы были? Нет. Вот шансов нет, трейдер вышел? Замечательно. Поэтому, наверное, я уже вроде как сказал, вот у трейдера в данном конкретном случае все сделки в плюсе, но мы видим, что есть там всякая погрешность, и вот эти просадки, которые трейдер имеет, это как раз будет влиять на его будущую эффективность. Потому что можно торговать сотом плечом, пересиживать просадки, но одна просадка, и все, вы мертвец. Мертвец, естественно, в финансовом смысле. Итак, вроде бы вот с этим мы все поговорили. Так, давайте, Александр, по вашим вопросам пробежимся. Я вот задавал вопрос, сколько можно пересидеть с минимальными плечами. Все расскажу, вот давайте быстренько вам открою. Смотри этот семинар, я снова покажу основу управления капиталом. Все зависит от ваших плечей, я сейчас покажу эту картинку. Я ее специально как раз сделал, только для того, чтобы вы поняли. Посмотрите, вот с первым плечом, с первым плечом, Александр, вы можете пересидеть практически стопроцентное движение против вашей тенденции. То есть, если купите, откройте длинную позицию евро по евро-баксу, по нынешним котировкам по 1.22 с чем-то там, то пока евро не исчезнет, еврозона, вы эту позицию можете держать вечно. Это чисто математически. Но, если вы войдете в сделку со вторым плечом, то ваш торговый счет выдержит до банкротства половину от этого движения. С третьим плечом 33%, с четвертым плечом 25% вы выдержите, с пятым плечом 20%, с семнадцать шестым, с седьмым плечом 14%, ну и с десятом плечом риск 10%. Все. Берете цену, к примеру, 1.22, нынешняя котировка евро-бакс, я уже буду брать, да, 1.22 минус 10%. По котировке 1.01 вы банкрот 100% с десятом плечом. Теперь, Александр, вы еще, наверное, не всегда корректно задают вопрос, не то, чтобы плане вы не задали, вы могли бы его задать и обратите внимание. Всегда задается вопрос, а если я хочу не полное банкротство, а просадку иметь, там, в размере 10%. Этот слайд я тоже показываю, обратите внимание, здесь та же самая картина. С плечом 1.10%, с пятым, со вторым плечом 5% вы выдержите, с третьим плечом 3.3% и так далее, и так далее. И, собственно говоря, у любого трейдера наступает вот та грань, где сколько я могу потерять на сделке, и чем больше плечи, то колебания 0.5% или 0.7% или 1%. Это нормальное обычное дневное колебание на валютных парах. Так что с 20-м плечом или с 10-м, вы рискуете получить убыток или drawdown, просадку 10% в течение одного дня. Наверное, вот я все-таки пояснил, надеюсь, донес как-то мысль о чем. Думаю, что я ответил на вопрос, сколько можно пересидеть с плечами, с какими минимальные плечи, это всегда цифра, всегда цифра, число, и все можно посчитать. Кстати, его просадка похожа на то, что он ставит стоп за задним, последним максимумом. Вот как он ставит, мне лично абсолютно все глубоко фиолетово. Управление торговой позицией, то есть правила, вход, выход, как ставит трейдер, мне вообще фиолетово. Мне главное, чтобы человек понимал, что вот это ему приносит деньги, а другой, вот, к сожалению, нет. Константин, вот как бы он не ерепенился вот в данных конкретных условиях, он хотел бы взять, может быть, одним движением тысячу пунктов, но не получается у него, потому что его даже мышление не позволяет это делать. Так что вот. Ну, 500-е, 500-е плечо зло, если вы его все используете полностью. Наверное, да, если 10-е из этого 500-ого берете, то нормально. Всегда, вот, Александр, эта тема, знаете, настолько она глубокая, ее настолько философски можно долго обсасывать, что даже не знаю, что сказать. Вот 500-е плечо, да, полное плечо, как все берете по максимуму, естественно, вы имеете смертельный риск. Итак, дорогие друзья, еще у вас, смотрите, так, Аксенов Владимир здесь присутствует, не присутствует в чате? Если, Владимир, вы здесь присутствуете, поставьте плюс, начнем отвечать на ваш вопрос, который вы задали. Если вас нет, то давайте пойдем по тем вопросам, которые вам действительно интересны, дорогие слушатели. Все, кто первый раз смотрит сегодняшний клубный день, если хотите задать вопрос, пообщаться, не стесняйтесь, но одна просьба, просьба, представьтесь, естественно, напишите, сколько вам лет и слэш, какой ваш стаж, практически стаж трейдинга, до демо счете, полгода, просто интересуетесь, если вам это интересно, пишите. Если есть какие-то вопросы вообще, я так понимаю, Аксенов Владимир отсутствует, поэтому тот материал, который я заготовил, я сегодня рассказывать не буду. Вопросов, я так понимаю, нет, замечательно. Все, наверное, уже в предвкушении Нового года. Я в какой-то степени тоже. Если торговать при депозите 500 долларов, при 500 плечо, 500 долларов, смотрите, открыв сделку одной сотой лоты, у вас сразу, сразу, по умолчанию, сделка будет с третьим плечом. Третье плечо, вот сами для себя отмечаете. Давайте, для чего я сказал 500 долларов, чтобы торговали без плеча. Итак, наверное, всегда нужно исходить. Александр, вот если мои рекомендации вам будут действительно полезны, я скажу следующее. Накопите еще 1000 долларов, начните торговать с капиталом полторы тысячи. Итак, давайте начнем с того, что минимальный лот, минимальный лот в Альпари, это 1000 единиц базовой валюты, 1000, 1 сотая лота. Ваш капитал 500 долларов. Естественно, вот вопрос еще, конечно, какая ваша цель в трейдинге, чем вы хотите добиться? Хотите просто попробовать или планируете там чему-то научиться, стать профессиональным управляющим, хотите заработать миллион, хотите зарабатывать на рынке, торгуя, сделать это своей работой. У каждого своя цель. Вот видите, каждый может свою цель как-то озвучить. У вас есть 500 долларов. Мы исходим из того, что факты, да, вот факты это все. Факты. И это факт, и это тоже факт. Когда вы совершаете... Ну вот, Виталий, Виталий, понимаете, вы уже более профессиональный, вы читаете то, что написал Александр. Александр, потому что видит эту картину с одной стороны, вы уже видите более профессионально, более серьезно. Итак, давайте посмотрим дальше. Основная валютная пара у нас, пусть будет евро, доллар, остальное все примерно то же самое. Доллар, иена, фунт, бакс, там и так далее, и так далее. Все валютные пары, они примерно котируются, ну вот где-то вот 1.22 пусть будет. Даже 4 знака, если хотите, он сделает. Смотрите, Александр, у вас 500 долларов. Вы совершаете сделку по евро-баксу. Купить можете вот этот объем. Ваша сделка будет 1.220 долларов стоить. У вас здесь будет по отношению к вашему капиталу 1.220, поделим на 500. Здесь будет примерно около трех. Давайте уж точно посчитаем. 1.220, поделим на 500. И у вас уже будет здесь плечо 2.44. То есть, если уж примерно говорить 2.5, а если уж говорить совсем уж примерно, то примерно 3. Все понятие относительно по поводу плечей. То есть, какую бы вы сделку не совершили, у вас есть всегда риск вашей торговой позиции. То есть, вы не можете остаться вечно в ней, детям передать эту позицию. То есть, у вас здесь присутствует риск. Риск и детного плеча. Он небольшой, но он есть. Нужно понять, что он есть. Все. Если вы имеете полторы тысячи долларов, у вас еще здесь будет меньше единички. Плеча нет. Сидите вот точно так же, как Константин. Торгуете. И даже прибыль, убыток вас сильно там особо не колышет. Так что вот. Александр, вот то, что вы разбираетесь, вы как раз хорошо, что и задаете вопросы. Самое глупое человеку – это хотеть задать вопрос, просить у кого-нибудь, а не у кого. Не стесняйтесь, для этого как раз мы и занимаемся. Дмитрий, я вам рекомендую, смотрите, по поводу, не понимаю ряд терминов, просадка, что послушать, что почитать. Во-первых, а, я рекомендую, давайте так уж, все раз у нас все опять по кругу пошло несколько. Давайте сделаем, Дмитрий, вот все, знаете, как сказать, как обычно я делаю. Я беру, если встречаю, какой-то незнакомый термин, а в финансах терминов, такое огромное количество незнакомых мне. И самое интересное, что они придумываются, вырабатываются. И сейчас, то, что я просто выписываю и ищу, во-первых, в интернет, раз, ну, все-таки мой опыт позволяет мне как-то разобраться, задать пару вопросов тем, кто в теме более сведущ. Но я рекомендую, вот, посмотрите. Вот, какой следующий курс посмотреть? Первое. Обратите внимание, вводный семинар по торговой платформе Метатрейдер. Это база. Базовый курс, первая часть. Вот, Дмитрий, допустим, вы смотрите и вы за это не понимаете, что такое просадка. Вы прямо преподавателю задаете в чате вопрос. Скажите, пожалуйста, что такое просадка? Или там, что означает тот или иной термин? Базовый курс – это как раз базовое определение, с которыми трейдеры так или иначе встречаются. Еще есть подраздел, где вы можете разобраться с курсами. На сайте Альпари, в разделе обучения, обучение Форекс, есть глоссарий. Глоссарий, глоссарий, где же он? Куда-то все тут пораспихали так. А, вот словарь терминов, да? Вот словарь терминов. Понятно, что некоторые термины непонятны. Вот теперь давайте я расскажу, что такое просадка, к примеру. Что такое просадка? Дмитрий, вот самое сложное, да, когда вы не понимаете термины, потому как у вас отсутствует какой-то опыт. Давайте я вам сейчас покажу, и вы сейчас все это поймете. Представим ситуацию, что вы решили совершить сделку на валютном рынке и вошли в сделку. Купили. Бай. Представьте себе, что вы пришли в обменный пункт в период паники, то есть 16 января в обменный пункт. Вам кто-то нашептал, что валюта настолько сильно там американская дорожает, что надо срочно покупать. И вы прибежали и купили по 70 рублей. Вот даже, знаете, доллар-рубль. Вы купили по 70 рублей. Бакс. И такое ждете завтра, все. Обещали, что через две недели курс будет 100 рублей за доллар. Вам кажется, что вы совершили прекрасную торговую операцию, но через неделю вы видите, что курс уже, да, вот сейчас, да, у нас сколько было, 54 что ли, в пятницу? 54 рубля. То есть не 100 рублей, а 54. У вас сейчас существует бумажный убыток. То есть если вы сейчас продадите свой доллар, то вы получите минус. И причем минус будет, давайте уж совсем, что было там, 55 рублей. Сколько вы потеряете на этой сделке? Вы потеряете 15 рублей. Вот если вы закроетесь сегодня или там в понедельник эту сделку, то у вас будет реальный убыток. Это лосс. Потеря, убыток, как хотите, называете. Лосс. Но если вы не закрываете эту торговую позицию, а позиция у вас по факту торговая, несмотря на то, что вы купили баксы в обменном пункте, вы же все-таки по 100 рублей хотите продать, вы можете ожидать, сколько вы будете лет ждать, неизвестно, дней, месяцев. Но как только курс вырастет, к примеру, до 80 рублей, и вы решите, что хватит вам, вы заработали, вот здесь заработаете, плюс 10, надо понять, что вы потерпели просадку 15 рублей. Вот эта просадка записывается DD, drawdown. Тут ничего сложного. То есть, ваш бумажный убыток, бумажная потеря. Все. Так что, Дмитрий, задавайте вопросы, и все будет. Виталий, я могу сказать по поводу, входите рынок от стопа, я считаю, что это правильно. Самое интересное, что у меня есть даже советник в свое время, я такое написал советникам, не я сам написал, а точнее говоря, дал техническое задание. Советник сразу рассчитывает торговую позицию с заданным уровнем риска. То есть, я куда-то его, конечно, засунул, но смысл его заключался в этом. К примеру, вот есть торговая ситуация, когда трейдер хочет купить. Он в советнике задает сразу уровень риска в долларах, к примеру, вы готовы потерять на ваш капитал 10 долларов. И вы, войдя в торговую позицию по этой котировке, к примеру, объемом лот, пусть будет один лот, единичкой полной, то советник сразу рассчитывает ваш стоп таким образом, чтобы вот на этом уровне вы потеряли не больше 10 долларов. А если вы вошли в сделку, к примеру, 1,10 лота, то советник в этом случае сам рассчитает и поставит стоп гораздо дальше, чтобы вы тоже на этом уровне получили те же самые 10 долларов убытка. То есть он сам рассчитывал, ставил стоп на заданных условиях. Семенар основы управления капиталом, там формула была дана, собственно говоря, на основе этой формулы и строился советник. Так что от стопа можно торговать, я приветствую, не говорю, что это плохо. У каждого трейдера так или иначе своя торговая стратегия, торговый подход, и поэтому, когда кого-то учить, вот так торгуете и так будет вам счастье, я уже давно отказался, потому что практически бесполезное занятие. Вы все разные, мы все разные, у всех разные стартовые позиции, разный подход, разное время, поэтому каждый сам выбирает свое. Да, как-нибудь поделюсь, покажу, как он работает, но сегодня суббота, так что он точно не будет работать и показать, наверное, похвастаться нечем. Ну все, видите, 8 месяцев, здорово. Итак, дорогие друзья, ну еще какие-нибудь, может быть, вопросы, что-то есть. Давайте сделаем следующее. Вот тихонечко у нас время подходит к концу. Я так понимаю, Аксенов Владимирович задал тему про Bollinger Bands, и в общем-то у него дальше дело не пошло. Нет вопроса, тогда и нет ответа. Давайте сделаем следующее. В следующий раз мы уже встретимся в будущем году, через год. Более точно посмотрим. 4-го, 10-го числа я буду уже здесь на рабочем месте. Рынок начнет работать со 2-го числа, так что можете смело в свободное время практиковаться, заниматься трейдингом в свое собственное удовольствие не торопясь. Рынок раскачается достаточно быстро. Обычно торговля начинается уже активно в первый-второй день. Есть ли какие-нибудь вопросы, которые вам хотелось бы осветить, разобрать к 10-му числу? К этому времени, наверное, все уже замучаются отдыхать. И давайте подумаем, о чем можно будет поговорить. Если нет, то я буду отвечать на те письма, которые приходили или пришли. Придут в будущем году. Да, конечно, Константин. Вот смотрите, вопрос, тут даже не опыт. Как вы видели, я же сказал, что сможете ли вы выполнить это задание. Я говорил всем, хотите попробуйте. Я не говорил, что вам это обязательно нужно делать. То есть у вас есть возможность, как минимум до конца января, то есть дальше уже будет по желанию, черт-те узнает там, все, что может случиться, может случиться. Введут санкции, запретят Форекс, мало ли что. Гадать не буду. Могу сказать, что у нас есть возможность продолжать. Если вам эта тема интересна, мне лично тоже это несложно. И видите, даже какие-то материалы, я уже у вас бессовестно, краду, они будут послужить новым поколением трейдеров. Поэтому продолжайте. Результат у вас пока еще не достигнут, 10 долларов не заработано. То есть как только на счете будет 1560 долларов, если все будет нормально, я вам дам следующее задание. Заданий всего 10, порядка 10. То есть кому-то, может быть, одни задания не нужны, они не требуются вообще по направлению. Скажем, для профессионально торгующих трейдеров, для профессиональных управляющих, там 10 и больше можно задать. Да, все правильно. Поэтому управлять единственное, чем мы можем, мы можем только своими потерями. Брать их, не брать, пересиживать, это уже принимаете решение вы. За вас это решение никто не примет, кроме брокера, когда он будет закрывать вас по марже. Итак, большое всем спасибо. В таком случае, да, еще раз с Новым годом. Будут какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите на адрес моей электронной почты. Задавайте моим коллегам, мне в чате во время семинаров, побольше вопросов. Чем больше вопросов, тем больше получите более объемных, развернутых ответов. Сами, конечно, при этом не ведите себя как слишком уж там кисейной барышни, интернет в помощь, любой термин всегда можно найти, разобрать. Все, с Константином, я думаю, с Джейхуном будем продолжать. Желающие присоединиться, пожалуйста, напишите мне тоже письмо, я вам либо сделаю счет, либо вы мне пришлете свои параметры, мы с вами обговорим взаимодействие и точно так же будете приходить будете работать, все будут видеть ваши сделки, вы будете их исправлять, если у вас будут минуса. Все, и дальше. Надеюсь, Константин со временем скажет, что что такое трейдинг, это действительно просто, тут ничего не надо. Чтобы сделать результат, тут не надо быть семь пядей во лбу. То есть не нужно уметь играть на скрипке, как Страдивари, чтобы собирать залы и зарабатывать деньги. Все достаточно просто. Большое вам всем спасибо, до свидания, последний раз вас всех с Новым Годом, ударно отметить, ударно встретить следующий и на следующей неделе уже в бой. До свидания, с вами был Владимир Ктишко. Вен Саремос, Кубинос Партизанос. Ну да, когда это интересно, это действительно полезно. Глупо, когда делаешь что-то бестолково, бессмысленно. Салават, вам тоже удачи. До свидания. Большое вам спасибо за то, что вы делаете записи семинаров, потому что периодически кто-то меня спрашивает, я говорю, сам не делаю, вот отправляю его на вашу страничку, смотрите там или как-то еще. Не знаю, пользуются люди этой страничке, не пользуются, но так вот оно и есть. Да, в новом году, вот видите, появится скорее всего новый курс, новый проект, как-то будет он развиваться. Как будет развиваться, я еще не знаю, но надеюсь будет. Субтитры создавал DimaTorzok